Итак, вы смотрите программу «Мир влечений». Я, Виталий Орлеев, расскажу вам сегодня о самом интересном. А переставлять я буду, естественно, о собаках. Вернее, о выставке, которая прошла недавно в Струковском саду. И, как правило, такие сюжеты вызывают огромный интерес у наших зрителей. Почему? Да потому что почти в каждой второй-третьей семье, проживающей в нашем городе, и есть собаки. Летняя площадка театра Струковского парка стала излюбленным местом для проведения выставок собак. В жаркую погоду крыши театра и деревья парка спасают от солнца, а пасмурную и холодную – от ветра и дождя. Как правило, за лето здесь проходят по несколько таких мероприятий. Любители собак, да и просто случайные прохожие, становятся свидетелями док-шоу. С утра и до вечера приглашенные из разных городов страны эксперты дают описание собакам различных пород. То есть дают оценку экстерьеру. Высота в холке, правильная постановка лап, окрас собаки, прикус, тщательно смотрят движения во время бега и ходьбы. И, конечно, для экспертов важно, как ведет себя собака, ее поведение. Иной раз пес тянет на самый высокий титул, но из-за того, что он вертится, не стоит на месте, не хочет показывать зубы, судья вынужден ставить невысокую оценку, а порой и вообще снимать с ринга. Док-шоу – это мероприятие, на котором можно встретить редкие и давно забытые породы собак. И, наоборот, популярные и известные почти каждому жителю города. Здесь можно узнать мнение владельца о выставке и выбранной им породе. Почти каждый второй обладатель четвероногого представителя собачьего мира уверен, что именно его хвостатый экземпляр достоин особого внимания, и только данная порода лучше всех. Почему именно вот эта порода? Потому что самая лучшая собака – это сенбернар. Сенбернар? Да. А какие качества вы сейчас стараетесь показать? Ну, качество. Он у меня покладистый, послушный, он добрый, он любит детишек, и вообще он людей любит. Это собака-спасатель в первую очередь. Да это самая лучшая порода после нюхов. Нюхи и чихи. От мала до велика. Замечательно умным. Да все собаки умные. Не бывает глупых собак, бывает глупые хозяева. Больше ничего не могу сказать. Кстати, сенбернара в Самаре можно пересчитать по пальцам. Это редкая в нашей губернии порода. А вот чихуахуа за последние несколько лет входит в десятку лидеров среди собак. Пород так называемого карманно-сумочного класса. Именно с такой целью многие и заводят чихуахуа, и другие мелкие породы. Для одних новоиспеченных владельцев выставка является разовой акцией нового увлечения. Другие становятся фанатами собаководства, стараясь не пропускать ни одного док-шоу. Что значит? Наверное, амбиции тешим свои. Развлекаемся, отдыхаем. Отдых. Че еще-то? А для собаки, как вы думаете, что это? А для собаки? Ну, прогулка. Че ей еще может быть? Прогуливается. Она, между прочим, тоже получает, когда получает первое место, она получает. Она ведь это очень хорошо чувствует и радуется тоже. Даже прыгает от счастья. Многие владельцы ставят перед собой конкретные задачи и преследуют определенные цели. На выставке вы приходите зачем-то? Ну, в первую очередь, кобель. Чтобы, так сказать, быть полноценным представителем своей породы, он еще все-таки должен закрыть титулы. Это шоу по красоте. Ну, это не только удовлетворение собственных амбиций, но как бы показать свою собаку людям. И доказать всем, что он мне самый лучший. Кстати, собаки тоже привыкают к док-шоу. И если пса часто брать на выставки, то, как правило, он привыкает к таким выходам в свет. И даже начинает скучать без этого. Ведь для четвероногих это своего рода выход в собачий свет. Кто знает, о чем они говорят на своем языке лая. А иногда вот так бывает, что маленькая собака так тяпкает на большую, что большие породы собак, крупные по своим размерам, естественно, пугают этого. Но в данном случае они договорились, и у них сейчас настоящая дружба. Многие выставляют просто, начинают для того, чтобы как бы показать собачку специалисту, чтобы узнать мнение специалиста по своей собаке, конкретно на что обратить внимание. А потом многих очень часто это затягивает. Это как спорт увлекает. Кроме того, многим собакам это очень нравится. Вот у нас в этой горе ветеранша, мы не могли дождаться, когда она выйдет ветераны, хотя она все закрыла, интерчемпион, чемпион многих стран. Но ей выставляться, вот она как только увидит, что собирают на выставку переноски, столы, так она моментально тут как тут вертится, чтобы ее, не дай бог, не забыли. Выставки – это место встречи старых опытных собаководов. За всегда та и выставок с удовольствием отвечают на вопросы зрителей и дают советы малоопытным заводчикам. Могут много рассказать о породе своих собак. А вот процесс подготовки собак к выходу на ринг у каждой породы протекает по-разному. Кто-то практически ничего не делает, потому что нет такой необходимости. А вот иные готовят своего питомца часами. Нравится ей? Куда деваться? Красота требует жертв. А сколько так вот времени надо, чтобы приготовить собаку? Ну, полностью занимает часа четыре подготовка. Вместе с купанием, укладкой, начесыванием. Это та порода, которую нужно обязательно отбивать? Да. Их не рекомендуется купать специальными шампунями, чтобы не портить структуру шерсти, не менять структуру шерсти, а вот именно чистить пудрой. А потом ее аккуратненько все вычистить, вычисать. А функциональная та порода для чего? Ну, первоначально она была как охотничья, водилась, как все терьеры для охоты за норным зверем. А впоследствии уже стала выполнять функцию компаньона. Хотя охотничьих качеств не утратили до сих пор на трассировочные такие охотничьи станции. Их когда возят, они работают с удовольствием. Каждая выставка – это своего рода показатель популярности той или иной породы. Но человек, который не знает и не увлечен собакоусом, может просто прийти и посмотреть, и выбрать себе определенную породу. Но и еще, кстати, люди, которые впервые приходят на такие мероприятия, говорят, что часто собаки похожи на владельцев и наоборот владельцы на собак. Психологи отмечают, что действительно многие собаки почему-то похожи на своих владельцев. Профессиональные кинологи дают свои рекомендации по выбору щенка. Но чаще всего это происходит по какому-то внутреннему чувству. Часто говорят, либо щенок выбрал нас, либо мы сами выбрали его. В итоге со временем получается сходство. Могут ли собаки или хозяева быть похожи друг на друга? Обязательно похожи. Обязательно похожи. Собака, щенка берешь – это пластилин, лепишь под себя. Че слепишь, то и получится. То есть это может даже быть повторением хозяина. Собака всегда похожа на своего хозяина. И собака сама щенок выбирает себе хозяина тоже по типажу. Они все выбирают тоже так же. Ну и есть такие флюиды или какие-то волны идут. Вот это вот все. Могут ли собаки быть похожи на хозяев и хозяев на собак? Конечно. Обязательно. Но в основном, наверное, собаки на хозяев. Все-таки они перенимают характер. Как вы считаете, она похожа на вас? Да, еще как. А чем? 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 Веселая, энергичная, своенравная, вредная. С тех пор, как из-за границы в 90-е годы хлынул нескончаемый поток всевозможных пород собак практически все, которые есть в мире. В нашей стране и, конечно, в губернии и в городе свои права стала качать еще и мода. Мода на собак. Но об этом мы еще поговорим в одной из наших будущих программ. Впереди лето и еще немало волнения предстоит испытать владельцам породистых псов за своих любимых хвостатых подопечных.